Продолжение следует... 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 И начинаются уже всякие мысли, не понять, чем этот человек уже занят. Находит в себе всякие занятия, как говорят, занятия по душе или еще что-нибудь. А болезнь почему? Сейчас мы это уже разобрали, да? Потому что во время болезни остановился, все болит, скорби. Человек во время болезни начинает о Боге вспоминать. Даже неверующий начинает о Боге думать, о жизни вечной. Думает о том, чтобы помолиться. Говорят, а вы там, я заболел, вы там молитесь, помолитесь за меня тоже. Неверующие хотят, чтобы за них помолились, чтобы им исцелиться. То есть, представляете, кто этот стих еще себе в тетрадочку в прошлый раз не написал, вы сейчас его запишите и укажите в Псалом 36.5. Коротко просто, ПС 36.5. Подписано, да, у тебя? И дома открывайте, и стихи, которые мы записываем, повторяйте. Так, мы с вами прошли несколько занятий о царе Давиде. Это одна из самых интересных личностей в Священном Писании. Интересная личность. Вот мы прошли. Как? Вот вам понравился? Мы несколько занятий разбирали с самого детства. Что вот мы знаем о Давиде? Подробно прошли. Понравился царь Давид? Ну, скажи, чем тебе вот он приятен был? Чем он тебе симпатичен был? Реально живущий, историками доказано. Потому что есть неверующие, которые не верят, что в Библии написано. Но ведь кроме Библии есть какие-то еще и исторические документы, археологические данные и так далее. И царь Давид – это реально существующий царь. И события все подтверждают это. Вот чем он тебе симпатичен, Полин? Какой симпатичен. Ну, то есть приятен, интересен, что вот он положительный такой вот герой. И тебе он… тебе же он понравился, ты сказала, да? О царе Давиде. Чем он тебе понравился? Ну, громко говори. Мне понравился. Ну, чем? Всем. Всем понравился. Ну, а чем еще? Ну, Лера, тебе чем понравился царь Давид? Огниуша, подумайте. Каждый подумайте, сейчас спрошу. Вот чем понравился. Ведь мы, помните, переписывали, кто он? Вот даже запишите себе. Помните, мы писали, кто он царь Давид? Мы писали сначала пастух, мы писали. Дальше мы писали еще кто он. Очень разносторонняя такая развитая личность. Он? Псалмопевец. Псалмопевец. Это значит поэт. Это значит, мол, музыкант. Для Ливии это должно быть. Он музыкант и играл на разных инструментах. Так что его даже к царю приглашали петь, когда болело у него духовное болезнение. Давид был царем. Так, воином. А потом он был царем. Написывайте себе. Нет, потом он был начальником. Военно-начальником. Ну это воин, да. Ну тебе чем он симпатичен? Тем, что он царь был, ходил в короне, во дворцах жил или чем. Вот Фрося сказал, что он псалмопевец. Он поэт. Его псалмы до сих пор изучают. Смотрят, насколько они прекрасны. Это просто как такой памятник политического искусства тех времен. Представляете, когда он жил? Мы же разобрали, что он жил тысячу лет до Рождества Христова. А мы живем уже две тысячи лет после Рождества Христова. У нас русское население грамотность читать, писать научилась. Буквально победили грамотность там меньше ста лет назад. Подумайте. В России мало только дворяне, а это была небольшая часть населения, которые умели читать, писать, по-французски говорить. А остальное население было безграмотно. То есть люди у нас даже читать не могли. Естественно, ни Библии, ничего они читать не могли. Редко кто из простых, из крестьян грамоту знал. Буквально там началось это обучение грамоте. Там потихонечку, потихонечку. Там до революции где-то школы открывали. Опять же там благотворители открывали, крестьянских детей учить до революции. То есть это буквально 150, 100 лет назад. А этот тысяча лет до нашей эры писал псалмы. Но он же как-то должен был записывать. Не просто спел и забыл. Они, значит, как-то были записаны. Потом вошли они в состав псалтыри. А мы можем подразумевать, что их было гораздо больше. Вот откройте любой псалм. Какие сравнения? Какие там аллегории написано? Как он, то он себя там сравнивает с тем-то. То он с бездной, с лесами, с полями. Там сравнивает врагов своих там с какими-то животными, да, которые преследуют его. И про всё он пишет. И про скалы. И вот посмотрите. Оставит ли снег скалу горы? А народ мой оставил меня. А, это Еремея. Нет, здесь псалма, чтобы было. Возвожу очи моих горам. Помощь моя от Господа. Да, помните, мы пели этот псалом? Псалом 120. А самое вверху. Возвожу очи моих горам. То есть смотрю на горы, прославляю Господа. Думаю о Боге. Смотрю на солнце, на небо, на звёздное небо. Прославляю Господа. Во всём он видел Господа. Ведь он маленьким, будучи, воспитывался, ходил пастухом, по полям, пас, смотрел на небо, сочинял уже, может быть, эти вот псалмы, пел. И природа его воспитывает. Дети, которые выросли, не видели природы, не видели восходов, закатов, не выходили ночью, не смотрели на звёздное небо. Это дети, которые уже совершенно не такое миропонимание получат в своей жизни. Которые только вот в интернете сидят и в гаджетах. Это же сейчас уже всё это доказано. А воспитание, которое природой получают, это настоящие люди формируются. Которые любуются природой, видят величие Божие во всех творениях Божьих. Которые видели родник. Которые видели муравейник. Которые, помните, там, это всё нужно увидеть, потрогать, посмотреть, ощутить. Это всё вдохнуть. И Давид, который воспитывался вот так, видя природу, поэтому он и стал таким, кем он стал. А кем он стал, мы говорили прежде всего. Почему он был муж по сердцу Бога, да? Найду мужа по сердцу своему. Почему? Потому что он любил Господа. Он любил Бога. Ну, не бойся, говори. Он Бога любил. И во всех обстоятельствах он обращался к Богу. И радость он славит Господа. Грехопадение. Он просит покаяния у Бога. Просит прощения, да? Просит прощения. И очисти меня, Божий. И мы Псалом 50 с вами разбирали, да? Что он всегда обращался к Господу. И он слушал Господа, исполнял законы его и старался для Господа. Для чего он завоевывал земли? Для чего он, чтобы народу Божьему было хорошо, потому что это народ Божий, чтобы построить храм, чтобы доставать там руду, там лес, торговать, экономику налаживал, чтобы собрать вот эти сокровища, это же даже дерево, вот специальная дрессина, это сокровище по тем временам было настоящее. И он все собрал для того, чтобы построить, не дворец себе построить, а храм Божий. Но Господь ему сказал, что на твоих руках крови много, ты не построишь, и он это поручил и построил сын. И поэтому храм назывался храм Соломона. Соломон уже построил этот храм. И такой мудрый правитель, сильный, мудрый, расширил границы государства, и экономику, торговлю наладил, и религиозную реформу провел, и песнопение он вводил в богослужение. И все придал спокойное, мирное государство, в руки своего сына передал еще при жизни, царя именно Соломона, сына Версавии. Но, как обычно происходит, что после таких сильных, мудрых правителей, которые долго правил, часто приходят к власти более слабые. Хотя такой мудрости, которая была у Соломона, ни у кого не было, но мы знаем, что правление Соломона закончилось тем, что государство было разделено на юг. Но это было уже при сыне Соломона. При сыне Соломона. Я говорю, что после сильного правителя, Давида, сильный правитель, это в истории очень часто такое случается, в разных государствах, когда сильный правитель, когда мощное государство, а после него приходит слабый, в каких-то моментах уступающий предыдущему правителю и государство. Ну, о Соломоне там уже отдельная история. Если кто-то хочет, может подготовить кратко рассказ о Соломоне, что произошло, как он правил. Ведь это считается самый мудрый Соломон. Соломон как олицетворение мудрости, которая ему была дана от Господа. Вот об этом. Хочешь, делай доклад о Соломоне. Подготовься. Я хочу. Почитай и в Библии почитай, и книга Царств 3, Царств прочитай. Первая это Саул, Царств 2 это Давиды, Царств 3 там о Соломоне. И какие-нибудь статьи есть в интернете, почитай, кто такой Соломон. Еще, знаете, я что хотела сказать. Давайте создадим, мы с вами будем в ногу со временем. Вот, чтобы я вам напоминала, да? Удобно же вам будет, что если я буду напоминать домашнее задание, чтобы вот Ваня сегодня был, он выучил этот стих, но он забыл, да? Вот у кого есть WhatsApp, мы создадим группу WhatsApp. Ну, ваши я знаю. Вот у кого, Агнюшин. У меня есть Агнюшин. Агнюшин, ты мне дашь. У Нестра есть WhatsApp? Вот напиши мне номер, на котором WhatsApp. Вот на нем есть WhatsApp, да? Тогда Ливия. Агниша, есть же у тебя WhatsApp? Напиши, ну, у тебя есть. А, у тебя есть, я тебя найду. Тараса есть или нет? Если нет, значит, и Агнюша будет передавать задание. Хорошо? Так, и у Ивана? Нету. А у Леонида есть? Я ее назову Воскресная школа. Увидите, я вас присоединю в эту группу. Мы там не будем болтологией заниматься, именно только что-то напомнить. Может быть, какие-то распределить задания? Может быть, в WhatsApp там другой номер? Да. Нет, у всех. Ты что-то спрашиваешь. Там же, когда... Зачем? Зачем спрашиваешь? Ну, потому что я не знаю, на каком номере есть у кого у вас... У меня, например... Ну, у вас же был мой номер. А? У вас же был мой номер. Вот на нем у тебя WhatsApp? Нет, просто бывает несколько симок на каком-то... Ну, не странно, у него каждые полгода разные симки. У меня уже там сколько номеров... А на фрофе вообще три или четыре номера ни по одному не дозвонится. Все время разные. Сколько двоих? А ты только два? Ну, вот, видишь, уже два. На каком... Не на каком нету вот этого? Нет, не есть. А, есть. На том, который вы звонили мне. А я писала, ты не читаешь. Не меня. Пастуха. Пастух. Так, теперь еще раз хором давайте скажем. Придай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит. И теперь по памяти. Придай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит. Псалом 36, 5. Псалом 36, 5. Просто быстро. 36, 5. Вот, возьмите себе за жизненное руководство. Попробовать на Господа. И всегда вспоминаете. Бывает, ой, там что-то не получается, не получается. Так вы вспомните, Господу обращались. Ой, нет. Все. Встаем на молитву, помолились. И смотришь, вот, пожалуйста, нашелся выход. Может быть, нам это и не надо. Или, наоборот, надо, и Господь так все совершил, все и получилось. Поэтому всегда нужно молиться. А когда какие-то трудности, особенно нужно помолиться. Так, вот еще стих. Давайте повторим. Мы его учили, когда у нас была тема о животных. О, нет, не о животных, а о наколках. Помните о том, что нельзя... Мама, подожди. Записано тебя, да? Мама, где-то есть. Ради умершего. О том, что верующие не должны делать на себе никаких рисунков, татуировок. Нашли тетрадочка своих? Да. Да ты не пишу, у тебя в тетрадке было, ты записывала. Вы тетради свои в следующий раз принесли. Я вот нашла. Давайте, читай. Я? Да. Ради... Да, левит, 19. Левит, 19, 28. Ради умершего не делайте нарезок на теле вашем, и не накалывайте на себе письмин. Я, Господь, Бог ваш. Я, Господь, Бог ваш. Есть, да, это? Это о том... А стих у тебя есть, который, когда мы про животных разбирали? Да, есть, есть, есть. Как есть? А, Глюша, читай громко. Давай. Правильно печется я жизнь, скататься его сердце, сердце же нечестивых жестоко. Сердце же нечестивых жестоко. Притча, 12. Притча, 12. Ричард, ты нашла, да, тоже есть? Еще есть. Праведник, он о жизни скота печется. То есть, и о жизни, то есть он о своих домашних само собой печется, о своих ближних печется, о людях, кому он помощь может оказать печется. Но и кроме всего прочего, если он праведник, он и о скоте своем будет думать. Не о домашних животных, кошечках, собачках, это тоже как домашние члены семьи. Ну, о скоте, о скоты это кто? Скотина это кого мы так называем? Коровы. Коты, козы, там, куры. То есть, казалось бы, ну мы же их выращиваем-то, ну, на еду, да? То есть, по сути, их потом съедим, но и о них нужно заботиться. И нельзя даже, чтобы скотина мучилась, страдала, голодная в сарайке сидела или холодная, болела. То есть, все равно о них нужно заботиться. А кто не заботится, это значит неверующий, как там написано. Сердце же нечестивого жестоко. Ну, значит, нечестивый. Не хотите быть нечестивыми? Заботьтесь о своих, их и домашних животных, и о скотине, и так далее. Так, повторили, закончили мы Ада в виде. Ферасилия нам подготовит минут на 10, можешь так вот проговорить, посмотреть на часы, чтобы минут на 10 кратко нам расскажешь, кто такой Соломон, сколько, в какое время он жил, ну, чей сын мы уже знаем, да? И кратко о его правлении. И чем, какие книги в Библии принадлежат Соломону? Что? Боже, я тебе тоже дам задание. Только другое, на следующее. Какое-нибудь другое задание. Я подумала, не делайте тебе дам задание, я, наверное, напишу в группу. Хорошо? В группе увидимся. Кто еще хочет задание какое-нибудь получить? Пишите потом. Поля, у тебя нету, да, ватсапа? У меня есть телефон, но там еще Маша не научила. Не научила, ну, научит. Как научит, ты мне сразу скажи, я тебя в группу включу, хорошо? Группа будет «Воскресная школа» называться. Пока только звонить, могу и с тобой. Ну, хорошо. Ну да, ты же в школу ходишь, ты в какой второй класс ходишь? Во второй класс. Так, ну, мы сегодня, наверное, уже не начнем новую тему. Я еще, знаете, что вам хотела сказать? Вот вы все названы в честь какого-то святого. Или вы родились в этот день, или это соседний день. И ваше имя. Вот у всех, у всех имя дано в честь святого, который где-то очень рядом с вашим днем рождения. У многих прям совпадает день в день, да, Иван? Свой день. Вот в честь какого? Иоанна Богослова. Прямо именно Иоанна Богослова? Прямо именно Иоанна Богослова. В мае месяце, да, Иоанн Богослова? Тоже есть святки. То есть твой именно Иоанн Богослов. Ну, тебе легко все знают, кто такой Иоанн Богослов, да? Нет. Вот. А все знают в честь своих святых, вот чем они прославились? Кто они? Мученики, угодники Божии, святители, равноапостольные. Ведь много названий. Вот Тарасий знает своего святого? Мученик. 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 Мученик Тарасий. Вот там, например, Ксения, там Ксения Петербургская, да, празднуется зимой. Лер, сядь ровно. Лера знает, кто у тебя святая? Кто? Мученица? Мученица. Калерия святая. А Гнеша знает? Кто знает, да. Вот я в ближайшие уроки, вот раз у нас уже будет про Соломона, а потом я буду спрашивать. Вы тоже кратко должны. Посмотрите, вот неделю-две я вам это напомню в группе. Посмотрите, кто ваши святые, чем они прославились, в какой стране жили. Вот записывайте себе. Даты рождения, в какой стране, чем прославились, почему их канонизировали, то есть назвали святыми. Ведь канонизирует ценная комиссия, проводит исследования, расследования. Прежде чем канонизировать, и человек сказать, вот он святой, и включают его в календарь поминовения святых. Да, когда жил, в какой стране жил, там, в Греции, там, в Римской империи он был или где, ваш святой, в честь которого именно вы названы. Потому что одно имя может несколько раз повторяться, но у вас в честь какого-то конкретного святого. Ну, вспомнишь, буквально вот несколько предложений. Запили уже. Разреши немножко сказать. Я скинул ролик, вчера материал на Загуляево. Смотрели там про мусульманку? Вчера нет еще. Нет, посмотрите, я вам скину. Очень интересный ролик. И вот у нас, как вы переодеваетесь, идете, там, платье, там, выше колена, это нельзя делать, это. А она, платье у нее касается, вот, изгиба, вот, ноги. Ну, то есть, платье до земли. И она заходит вместе со студентами в университет, добилась. Хиджаб, надета, как у вас, платки. И дальше об ней отзывается преподаватель. Это заснять надо было так? Она одна из лучших учениц, отличница по всем предметам. Дальше, как она заканчивает, как она работает, какая работа. И на работе, как о ней отзываются. И дальше, как она отдельно, ей дали, ну, или она нашла учитель, такая же девушка. И она изучает Коран. Сидит за рулем, а потом сидят в отдельной комнате где-то. И я приставил к этому, что говорит Златоус об одежде. Что говорят святые отцы. То есть, получился определенный материал. А это просто вставка. Но это очень сильное. У нас проповедники не обращают внимания. То есть, они не могут поправиться. А она смогла пробить. И везде так внимательно. И сама себя осуждает. Вот здесь надо было так. Я маленько была не так. Это было лучше. То есть, она анализирует аналитический ум. Ей быть только христианкой. Но у нас... Я не встречал такой. И она везде. Бывает нельзя. В школе там... Тогда Наташа была в школе. Пошла как преподавателем. В платке. Так сколько там? Пока директор не заступился. А здесь именно так. Директор, я говорит, насторожился. Как будет? Как? А ее зовут так. Целая группа. Она только еще заходит. Они уже знают. Девушка в платке. А ее не знали, как звать. Девушка в платке. Целыми группами приходили посмотреть на нее. А другие одеты, как всегда, в брюках. Уродливые такие. А потом узнали ее имя. Один парень брал микрофон. Как только она входит в аудиторию. Он кричит, Аллах Акбар. То есть, Аллах Велик. А надо Иисус Акбар говорить. Иисус Велик. Вот этот материал, снабженный материалами святых отцов, очень сильный. Я вам скину. И вы подумайте, как детям показать, чтобы они дома посмотрели. На вашем канале стоит? На вашем канале, да, он есть этот ролик? Я в скайпе разбрасывал его. А, в скайпе? В скайпе. То есть, в скайпе. Вы зайдите на меня, чтобы напомнить. В скайпе. Потому что мой мир не вмещает материал этот. А это одновременно. Он сразу высвечивает. Я так ролик не захотела, я попробую зайти в скайп. Ролик. А скайп открыть очень просто. Он огромные материалы берет. А это приходится рвать его на мой мир. Там определенно 4 тысячи знаков. А этот хоть 400 тысяч. Все принимает отдельным файлом. Нужно везде брать. Написано так. Идите и пропадайте Евангелие всей твари. И она нигде ничего не упускает. Одежду продает. И другая женщина додевает, когда хиджаб подошла. Я, говорит, на себя удивилась. Это стадия перехода в другое состояние. Вот меняется совершенно. Я, говорит, сама себя в зеркало не узнала. А она платья продает такие, какие у них приняты. До полу. Разного цвета. И как она преподает это все. А у нас как на работу пошли. Гляжу. Приходят с работы наши даже взрослые сестры. Уже все переодеты. Мимикрия. Она везде одинаковая. На улице. Где интервью дают. Вот надо добиться такого состояния. Пример сегодняшней жизни. Вот так. Я когда скину вам в скайпе только. Потом всех детей ознакомьте. Тщательно проработайте. Каждое ее движение. А на небольшой ролик. Минут 12. И дальше. Что святые отцы говорят. Это немаловажно как-то одето. Это до ангелов идет. Женщина пострижает свою голову. Она везде в платке. И при том по форме ее хиджаба. Поют. Спасибо, Христос. Главное. Все запили. Идем на молитву. У нас карат из них. Берите домой эти ладочки. Слышите? Здесь не оставляйте. Чтобы дома будут дома. Все понятно. Тихо. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.